Рамадан – месяц веры и подготовки крепких мужей. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге «Миналь му'менина риджалу садаку ма ахаду Аллаху алейх, фаминхум ма када нахбаху, ваминхум мая тадыр, вама баддалу табидила». Среди верующих есть мужи, которые верны завету, что они заключили с Аллахом. Среди них есть такие, которые уже выполнили свои обязательства и такие, которые уже ожидают, но никак не изменяют своему завету. Сурасонми, аят 23. «Я свидетельствую, что они божества, кроме единого Аллаха, у которого неся товарища, и свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад – его раб и посланник. Да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейства, сподвижников и тех, кто поседовал за ними искренний вплоть до судного дня». А затем вера во Всевышнего Аллаха является одним из величайших благодати, дарованных Аллахом рабу. Аллах, слава Ему и величие, говорит Но Аллах привил вам любовь к вере и представил ее прекрасной вашим сердцам и сделал ненавистными вам неверие, нечестие и неповиновение, таковы идущие правым путем, по милосердию и милости Аллаха. Аллах, знающий, мудрый, сурокомнатый. Кроме того, Рамадан является месяцем истинной веры, и поэтому аяты о постельствии в Священном Коране начинаются с обращением к верующим. Аллах, слава Ему и величие, говорит «Я, айюха, ладзина, аману, кутиба, алейкум, усуяму, кама кутиба, аля ладзина, мюн, кабеликум, лаалакум, таттакун» «О те, которые уверовали, вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, быть может, вы устрашитесь». Сурокорова, аят 183 Более того, настоящая вера достигается, когда человек верит всему, что исходит от всемогущего Аллаха и действует соответственно этому. В известном хадисе Джибрилла, мир ему, говорится о сути веры, которая должна воплощаться в сердце верующего. Когда он спросил посланника Аллаха, мир ему благословение Аллаха, о вере, пророк Мухаммад сказал, «Суть веры заключается в том, чтобы ты уверовал в Аллаха и его ангелов, и его писания, и его посланников, и в последний день, а также в том, чтобы ты уверовал в предопределенность как хорошего, так и дурного». Вера — это не просто произнесенное языком слова, но и это то, что укрепилось в сердце и подтверждено деяниями. Аллах, слава ему и величие, говорит, Верующими являются только те сердца, которые испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают его аяты, которые уповают на своего Господа, которые совершают намаз и расходуют из того, чем мы их наделили. Они являются истинно верующими. Сура добыча. В хадисе нашего пророка говорится, мусульманинам является тот, кто не причиняет вреда другим мусульманам своим языком и своими руками, а верующий — это тот, кому люди могут доверить свое имущество и свою жизнь. А кто своими нравами и поступками отклоняется от повелений и запретов Аллаха, тот отходит от веры. В этой связи, посланник Аллаха, мир ему благословенник, Аллах сказал, не совершай прелубодияния, будучи верующим, и не пьет человек вина, будучи верующим, и не совершает вор кражи, будучи верующим. Пророк мир ему благословенник Аллаха отрицал совершенство веры у тех, кто причиняет вред своему соседу, и тех, кто ложится спать с этим, зная, что его сосед голоден, потому что вера должна сопровождаться трудом. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, клянусь Аллахом, не уверует, клянусь Аллахом, не уверует, клянусь Аллахом, не уверует. Его спросили, кто апосланник Аллаха. Он сказал, тот, чей сосед не защищен от его зла. Он мир ему благословенник Аллаха еще сказал, не уверовал в меня тот, кто заснул в сытом, зная о том, что рядом с ним находится голодный сосед. Следовательно, истинная вера – это то, что мешает одному нарушать права других или нападать на них и очищать сердце человека от ненависти и зависти, эгоизма и себялюбия, а также злоба и предательства, изменений, коррупции и нечестия. Истинная вера – это то, что оказывает благотворное влияние на этаку человека, что отражается в его поведении и всех его жизненных поступках, движениях и отношениях ко всем творениям Аллаха в качестве милости для людей, животных и неодушевленных предметов, в надежде снискать довольство только Аллаха. Аллах, слава Ему и Величие, говорит, «Ва ю туимуна тта'ама аля хуббихи мискина, ва ятима, ва асира, иннама нутуимукум ли ваджхи Аллахи ла нуриду минкум джазаа ам ва ла шукура». Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на любовь к ней. Они говорят, «Мы кормим вас лишь ради лика Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни благодарности». Соро человек. Вера подобна прекрасному дереву, корни которого прочены, а ветви восходят к небу. Если его основа укреплена и корни надежно установлены, то оно плодоносит каждый миг с дозволением своего Господа, а настоящий пост проистекает из такой веры. что дарует душе смирность, душевную спокойность и богобоязненность. Настоящий постящийся не должен льгать, поскольку пост и ложь никогда не встречаются, да и пост основан на высших степенях трепета перед Аллахом, тайна прежде чем явна. Пост — это секрет между рабом и его Господом, а ложь — самый явный признак лицемерия и наивейший ступень двуличия, что слишком противоречит сути поста. Вот почему они никак не встречаются и не собираются вместе. И так человек может быть либо постящимся, либо льжицом. В этой связи посланник Аллаха, мир ему благословение, Аллаха сказал, если человек не перестает лягать и поступать леживо и невежественно, то Аллах не нуждается в том, чтобы он отказывался от еды и питья. А также посланник Аллаха, мир ему благословение, Аллаха спросили, может ли мусульманин быть трусливым? Он ответил, что может. Далее его спросили, может ли мусульманин быть скупим? Да, может, отвечал пророк, мир ему благословение, Аллаха. И наконец его спросили, может ли мусульманин быть льжицом? Пророк, мир ему благословение, Аллаха ответил, Вкус и сладость веры в Аллаха чувствуют только довольные люди, чьи сердца наполнены верой. Посланник Аллаха, Мир ему благословен, Аллах говорил, сладость веры ощутит тот, в ком объединятся три качества. Кто будет любить Аллаха и его посланника больше всего остального, будет любить того или иного человека только ради Аллаха, не будет желать вернуться к неверию после того, как Аллах спас его от него, так же, как не желает быть ввергнутым вагон. Более того, вера и хорошие манеры, тесно связанные друг с другом, сообщается, что Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Наиболее совершенной верой обладают те из верующих, кто отличается наилучим нравом, мягкие в обращении с другими людьми, которые любят и пользуются любовью других людей. И нет блага в том, кто не любит других и сам не пользуется их любовью. Итак, вера — это свет, а поклонение — это свет, и тот, кто вкусил сладость веры и удовольствие от поклонения Аллаху, знает только путь к терпимости, легкости и добрым нравам. Такой человек никогда не проявляет зокомерия в отношении творений Аллаха, не показывает их угрюмое лицо, не унижает их и плохим образом не отвечает на дурные поступки, а общается с другими с нисходительностью. Поэтому посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, Когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть избегает всего непристойного и не повышает голос. Если же кто-нибудь станет бронить его или попытается завязать с ним ссору, пусть скажет такому, поистине я человек, соблудающий пост. Мудрый человек должен понять, что он не может войти в рай при помощи своих поклонений, но может войти в него благодаря своим моральным устоям, терпимости и добрым отношениям к людям. В этой связи пророк Мухаммад, да благословите его Аллах и приветствует, поведал, Среди тех, кто жил до вас, был человек, которого привели к великому и всевышнему Аллаху. Он спросил его, что ты делал в земной жизни? В ответ он сказал, о Господь мой, не делал я ничего, кроме того, что ты даровал мне богатство, и я ввел торговые дела с людьми. Мне было присуще делать послабление несостоятельным и давать отсрочку находившимся в затруднительном положении. И тогда Аллах Всевышний сказал, я обладаю большим правом на это, чем ты, оставь ты же раба моего. Тем не менее, мы утверждаем, что истинная вера – это свет, который Аллах вселяет в сердце раба, чтобы он руководствовался мудростью и уверенностью, и позволил ему увидеть светом Аллаха, слава ему и величия. Со слов Анаса бни Малика передается, что однажды утром посланник Аллаха, да благословите его Аллахи, приветствует встретиться с молодым человеком из ансаров по имени Харитха ибнену Аман. Тогда пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха спросил его, как встретиться сегодняшнее утро у Харитха. Он ответил, я вступил в утро истинно верующим у посланника Аллаха. Пророк, мир ему и благословение Аллаха сказал, обратив внимание на то, что ты говоришь, у каждой истине есть суд, какова же суд твоей веры. Харитха ответил, «Моя душа перестала привязываться к жизни, и я стал выстаивать в молитве ночь и соблюдать пост днем, будто я вижу трон моего Господа наглядным, будто я вижу обитателей рая блаженствующими в раю, а обитатели ада несущими наказание в аду». Пророк, выслушав сказанной про Мольвель, «Ты познал суть, следуй этому, ты раз, в сердце которого Аллах вселил свет веры». Вера имеет разнообразные ветви, которые верующим должен придерживаться. Посланник Аллаха сказал, «Вера включает в себя более семидесяти или шестидесяти ответвлений, наилучими из которых является произнесение слов «Ля Илляха Илла Ла», «Нет Бога, кроме Аллаха, а наименьшим устранение с пути того, что наносит верить людям». Стыдливость – одно из ответвлений веры. Однажды один мужчина спросил Аль-Хасан Аль-Басри, «Верующий ли ты?» В ответ он сказал, «Есть два вида веры. Если ты спрашиваешь меня о первом виде, а именно о вере в Аллаха и в англов, посланников, посланник, рай, ад, воскресенье и расчет, то я являюсь верующим». А если ты спрашиваешь меня о словах с Вишнева, «Иннама المؤمنون الذين, إذا ذكر الله, وجлет قلوبهم, وإذا тулиет عليهم آياته, زادتهم إيمانا, وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة, ومما رزقناهم ينفقون, أولئك هم المؤمنون حقا». «Верующими являются только те сердца, которых испытывает страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда ими читают его аяты, которые уповают на своего Господа, которые совершают намаз и расходуют из того, чем мы их делили. Они являются истинно верующими». Аль-Хасан Аль-Басрейд тогда сказал, «То клянусь Аллахом, я не знаю, отношусь ли я к их числу или нет». Настоящая вера обеспечивает верующему мир, безопасность и добрую жизнь. Аллах Слава Ему и Величие говорит, «Верующих мужчин и женщин, которые поступили праведно, мне применят дарим прекрасной жизнью». Сура Чилий, аят 97. «Алладзина аману вататума инну кулубухум бидикриллах, а ла бидикриллахи татума инну кулуб». Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца? Сура Гром, аят 28. «Да будет блажен тот, кто сказал, «Потеря веры влечет за собой опасности и жизни пропадает, когда утрачена религия, а кто в ущербе религии доволен жизнью, тот плавает в море небытия». Вот что я хотел бы сказать. Я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение Господню всех людей, пророку Мухаммаду, его семье с подвижником и всем, кто последовал за ними искры, за ним вплоть до Судного дня. О, мои братья в исламе. Если Рамадан является месяцем веры, это также является месяцем подготовки крепких мужей. Ведь после это практическая школа, которая обучает настоящих мужчин. Египетский поэт Ахмад Шауки говорит, после это законное лишение воспитания с помощью голода, послушание и повиновение к Аллаху. Каждое обязательство имеет свою мудрую телу, с внутренней стороны которой есть милость, а снаружи – мучения. Он вызывает сострадание и поощряет благотворительность, разбивает высокомерие и учит терпению. Он также делает благочистое у человека традицией. А когда те, кто привык к сытости, чувствуют голод, а те, кто ведет образ роскошной жизни, лишают себя удовольствия, тогда они поймут, каким бывает лишение и как от него другие страдают. Кто глубоко размышляет о смыслах священного Корана, тот понимает, что мужественность – это определение, которое Всевышним Аллахом приписывается только тем, кто действительно обладает необходимыми для него квалификациями, среди которых есть выполнение обязательств завета, заключенного с Аллахом, без какой-либо изменения. Всевышний Аллах сказал, «Среди верующих есть мужи, которые верны завету, которые они заключили с Аллахом. Среди них есть такие, которые уже выполнили свои обязательства и такие, которые еще ожидают, но никак не изменяют своему завету». Сурасонми, аят 23 Кроме того, настоящие мужи – это те, кто посвятил себя и свое имущество только Аллаху, владыке Муров, что обнаруживается, когда они пожертвуют своими душами и вещами на пути религии, родине или чести ради довольства Аллаха, который говорит, «Инн الله «Инн الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وَمَنْ أَوْفَا بِعَهْدِهِي مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبِشِرُوا بِبَيْئِكُمُ الَّذِي بَايَعَتُمُ بِهِ وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَاِسْتِنُ شَرْبَيْهِ وَأَوْزَانَهُ وَأَوْزَمُ بِيْحَبِيْهِ وَيِنْزَوَى بَجَوْرُوا بِيْهِ وَأَوْزَجَجُمُ بِهُمْ يَوْهُمُ مِنْا رَيِّ تَقَوِي مُتْوِي مِنْ أَوْزَانِ اَغْيَاءٌ وَبِيْهِ وَبِيْسَنِيَ وَبِيْهِ ۚونَ مِنْ يَوْهِ свои обещания лучше Аллаха. Возрадуйтесь, жизнеделька которую вы заключили, это и есть великое преуспеяние. Сура покаяния, аят 111. Рамадан это месяц с содержанием мечетей и совершением ночных молитв, что является одним из факторов формирования личности и подготовки крепкого мужа. Истинь, Аллах, слава ему и величие, говорит своему пророку мир ему благословения «Я, أيها المуззаммил, куми اللейла إلا قليла, нюсфа هو ауэм ункуш минху قليла, аузид عليه вороти лил Куран тартила, инна санулقي عليка каула мафа кила, инна нашئата лейлихия ашаддуату ауаакуа мукуила. Азавернувшись я свой плаш, простаивай в молитве ночь и к он не всю, то половину или немногим меньше или к этому прибав. Куран читай размеренным и стройным чтением. Мы скоро не спошлем тебе слова весомости великой. Вставание в начальные часы ночи и ум и душу просветляет и силу придает словам». Суре Закуташисиан. В том числе и в том числе, 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 В том числе и в том числе,